Девушки отдыхают Соня немножко умеет Ты прекрасна! Как это называется упражнение? Стоять вниз головой Очень грациозно получается Хорошо детям Они умеют принять любую позу И будут чувствовать себя в ней комфортно А попробуйте рожать стоя Поговорим об этом на Тутта ТВ Привет, друзья! Меня зовут Тутта Ларсен Это новый сезон программы Какие наши роды? Я родила своего третьего ребенка Несколько месяцев назад Беременность моя прошла, но беременные вопросы остались Во многом благодаря вашим откровенным Комментариям в нашем общате И вашим письмам с просьбами осветить С ту или иную тему Спорт во время беременности Допустим ли нагрузки? Лекарства во время беременности Можно или нельзя? Роды как триллер? Откуда берется страх перед родами? И как с ним бороться? В этом проекте мы добиваемся ответов На каждый из этих вопросов Если вы все еще думаете Подписываться на наш канал или нет Мой вам совет Подписывайтесь обязательно! В одном из наших прошлых выпусков Мы обсуждали кесарево сечение И то, стоит ли на него решаться Без особых на то показаний Сегодня мы пойдем еще дальше Если вы стоите, сядьте Потому что мы собираемся обсуждать Еще один способ появления детей на свет Вертикальные роды или роды стоя В этом выпуске мы хотели бы обсудить Моду на вертикальные роды Сейчас так рожают все больше и больше женщин Говорят, что этот вид рода разрешения Более естественный Потому что здесь женщине помогает сама гравитация Не знаю, так это или нет Наши мамы и бабушки, тем не менее Рожали нас лежа на спине И считают, что это вполне удобный способ Появления детей на свет С ними поспорит наш первый эксперт Главврач 4-го роддома Москвы Который широко известен сейчас на всю страну Потому что именно в этом роддоме Впервые официально стали практиковаться вертикальные роды И сегодня любая женщина просто по полису ОМС Может туда приехать и родить стоя Итак, это Ольга Шарапова Здравствуйте, Ольга Здравствуйте, тута Ольга, вы всегда советуете своим пациентам вертикальные роды? Если есть такая возможность у женщин Значит, нужно рожать вертикальные позиции Это действительно хорошо и для женщины, и для ребенка Каковы преимущества родов стоя? Вертикальные роды, мы называем их мягкими родами Мы сейчас находимся в родильном доме Где, по сути дела, около 70% всех родов Проходит вертикальная позиция У нас в нашем родильном доме Минимальное количество осложнений Практически нет родового травматизма, как у женщин То есть нет разрывов промежности при вертикальных родах Минимальное количество разрывов влагалища Безусловно, есть, но они в минимальном количестве представлены Правда ли, что вертикальные роды менее болезненные? Когда женщина находится на спине и тужится, головка давит на нервные окончания А нервных окончаний в малом тазу очень много Особенно в области прямой кишки И, конечно, болевая реакция более выраженная А когда женщина стоит на коленочках и тужится То тогда основное давление идет не на прямую кишку А идет на область мышц тазового дна И здесь меньше окончаний нервных И меньше болевая реакция у женщины Правда ли, что вертикальные роды, как правило, проходят быстрее? Нет Нет, вертикальные роды всегда проходят дольше Чем если женщина находится на спине По той причине, что головка очень медленно продвигается по плоскостям таза Три плоскости в малом тазу, которые головка должна приспособиться и пройти очень медленно Там это небольшое расстояние, но это расстояние самое главное в родах Мы не говорим об остроте Мы говорим о правильности проведения вставления головки вот в эти три плоскости малого таза Значит, это миф, что стоя рожать быстрее? Что такое вертикальные роды? Вот чтобы головка правильно прошла вот эти плоскости Ведь мы даем возможность женщине и покрутить задом, чтобы головка правильно вставилась Понимаете? Вот они когда лежат, когда женщина лежит, она тужится и тужится и тужится А здесь она выбирает для себя такое положение, какое для нее проще Какое менее болезненно для женщины И за счет этого головка, в общем-то, правильно начинает продвигаться к родовому каналу Помимо того, что женщина не лежит, а стоит Какие принципиальные отличия ведения вертикальных родов с точки зрения врачей и акушерок? Роды ведутся без защиты промежности Ведь когда женщина находится в дарзальной позиции Акушерка, принимая головку, помогает, держит промежность И производит волей и неволей, но сгибание головки в затылочной области Здесь же, когда роды проходят в вертикальной позиции, акушерка не дотрагивается до промежности Она принимает уже ребеночка тогда, когда, по сути дела, головка прорезалась И когда уже нужно выводить плечики, вот в этом случае, акушерка уже приступает к акушерскому пособию А разве это хорошо, что роды идут медленнее? Мы как-то привыкли, что чем медленнее, тем больнее Я всегда говорю, что головка ребенка – это не как, знаете, пробка из бутылки шампанского Когда вот она выскакивает так, как пробка из бутылки шампанского То обязательно, в обязательном порядке, жди определенных осложнений неврологического плана Второй период родов, он должен проходить очень медленно, спокойно и без всяких вмешательств Почему именно в вашем роддоме такое количество вертикальных родов? Около 25 лет тому назад врачи нашего родиного дома имели возможность выехать в Швецию И увидели наши врачи, что в Швеции активно пропагандируются и ведутся активно роды Это 25 лет тому назад именно роды вертикальной позиции И вы знаете, как там называются роды? Они называют их русскими, называли на тот период времени Хотя в России роды вертикальной позиции – это было крайне редко Ольга, вы меня заинтриговали Почему же шведские врачи прозвали роды стоя русскими? Вертикальные роды в России – это действительно они были Но они были в конце 18-го, начало 19-го века И старые акушеры, если мы посмотрим учебники, они прописывали биомеханизм родов именно вот в такой вертикальной позиции И они тогда уже, ученые, акушеры, тогда писали, что это естественно, это очень хорошо И дети, которые рождаются именно в такой вертикальной позиции, не имеют, как правило, травм, родовых травм Как женщина может заранее понять, подойдут ли именно ей вертикальные роды? Вы знаете, вертикальные роды подойдут всем Есть одно противопоказание – это варикозная болезнь вен нижних конечностей Вот когда женщина не может стоять на корточках А все остальное, даже миопии высокой степени мы ведем вертикально Потому что меньше нагрузка на глаза, на глазное дно, меньше давление идет Я всегда сравниваю при запорах, как лучше ходить Вот запор у женщины или у человека запор, как лучше? Вот в горизонтальной позиции на спине тужиться Или сесть на унитазе, сидеть на унитазе Как? Вы пробуйте на спине тужиться при запорах Как это будет вам? Сложно? То же самое здесь Большое спасибо, Ольга Лично я, своего первенца Луку, рожала как раз традиционно, лежа на рахмановской кровати И мне это не понравилось вообще Я совершенно не понимаю, как в этой позе жука, приколотого на булавке в коллекции энтомолога Можно вообще благополучно родить ребенка Я за свободное поведение в родах Вертикально, на четвереньках, сидя, задранной к небу ногой Как вам удобно, так вы и должны рожать Возможно, действительно, роды стоя подходят очень и не очень большому количеству женщин Хотя к этому очень скептически относится наш следующий эксперт Врач Владимир Сурщиков Зададим ему наши вопросы Здравствуйте, Владимир! Добрый день, Тута! Рад тебя видеть Владимир, какое у вас отношение к вертикальным родам? Мне кажется, это просто банальная мода Это просто мода Это псевдо-стремление быть ближе к природе Что якобы человек вертикально ходящий и должен рожать вертикально Но ведь чем-то эта мода все-таки вызвана, может быть, очевидной пользой? Есть тенденции вроде в воде, где-то кто-то хочет в поле рожать, в гнезде Пожалуйста, каждый пусть для себя решает судьбу свою, своего ребенка сам Человеку гораздо проще рожать в нормальных условиях Горизонтально, лежа, когда удобно, можно расслабиться, можно поработать Это будет комфортно всем И роженице, и ребенку, и помогающим людям Почему тогда статистика говорит о том, что эти роды более успешны? Здесь момент исключительно статистических расчетов Далеко не все, а точнее большинство женщин, которые входят в роды и хотят рожать вертикально Как только начинаются серьезные схватки и подоги Говорят, что нет, мы лучше ляжем И рожают дальше уже нормальным человеческим путем То бишь горизонтально, то бишь лежа И, соответственно, как можно их относить к этой группе? Уже никак Те, кто остаются, как правило, это дамы сильные Которые легко переносят вот эту боль Которые готовы, они мотивированы Они, как правило, рожают спокойно, нормально Точно так же, как и все остальные, кто готов к родам С вашей точки зрения, существует ли риск для ребенка в вертикальных родах? Да, конечно, безусловно Риск есть всегда Давайте так Роды для ребенка – это самый опасный период в его жизни Большинство людей никогда в жизни больше не испытывают того, что испытывают во время родов Это и касается и риска, и боли, и тяжести, как все это происходит Правда ли, что вертикальные роды принимать тяжелее? И что обычные роды примут у женщины в любом роддоме, а вот вертикальные далеко не везде? Сложнее оказывать акушерское пособие во время вертикальных родов Просто чисто технически это сложно сделать Это нужен специально обученный персонал, его немного Условия, в которых все это проходит Этого ни в коем случае нельзя делать дома Выше просто физически Выше опасность получения травмы ребенка непосредственно в момент рода Вот и все При работе не очень квалифицированного персонала, может быть, там, отдельно взятых акушеров, которые практикуют это особенно на дому Это бывает, к сожалению Да, а мне-то как раз сказалось, что именно так рожали наши прабабки стоя или на корточках Давайте с вами немножко вернемся назад в историю акушерства Посмотрим, как было раньше Как рожали? Вот возьмем крестьянскую там избу Как женщина может рожать? Технически, как она может? Какие у нее есть условия для этого? Она либо лежа в кровати, либо стоя на что-то оперевшись Можно на корточке сесть Все, других вариантов нет Хорошо, перенесемся куда-нибудь в Африку, в пустыню Какие варианты у них есть? Стоя, лежа на четвереньках То есть вариантов, на самом деле, немного Почему в данной ситуации был выбран вертикальный? Вот почему именно так? Почему не этак? Не знаю, мне кажется, это очередное поветрие какое-то Просто очередная мода на псевдо-естественные роды То есть вы отрицаете известные преимущества вертикальных родов? Да, можно рассуждать о том, что градиент давления лучше происходит, шейка лучше открывается Но посудите сами, большой ли там, большая разница Вес ребенка 3 кг плюс-минус Что, сильно будет чем-то отличаться? 3 кг Смешно Поэтому, естественно, никакого глобального отличия Ни в скорости ведения родов Ни в раскрытии шейки матки Ни в осложнениях, ничего Никаких существенных отличий от обычных, естественных родов в Прахмановской кровати Допустим, ваша жена рожает Какие роды вы выберете? Конечно, горациональный род Но посудите сами Даже просто физически Женщине больно Боль во время родов такая, что ни один здоровый мужик не может ее выдержать Женщина при этом должна тужиться, слушать, стоять, дышать и так далее Если лежать, у нее просто физически больше возможностей Она здесь расслабилась, отдохнула Здесь она собралась, поработала Если ей стало плохо Она не упадет В конце концов Если она стоит И грохнется Кто будет в этом виноват? Ну, а может быть, это вообще не принципиально, как рожать, стоя или лежа? Есть отличная кровать, которую можно поднять, опустить, расположиться так, как удобно Почему мы не спим стоя? Почему не повиснуть вертикально? Классно же Нет, мы лежим Почему? Потому что мы расслабляемся Нам легче То же самое и в родах Так легче Никакой разницы между тем, проходит человек вертикально Или он идет горизонтально Там горизонтально все равно не получается Здесь нет Большое спасибо, Владимир Дорогие друзья Вы заметили, что в каждой программе мы стремимся Не давать вам какую-то истину в последней инстанции А выражать всегда, как минимум, два разнообразных мнения Чтобы вы могли сами выбрать, что ближе вам Расскажите нам, какие ваши роды Пишите в наш Мамс-чат Задавайте вопросы Делитесь опытом и впечатлениями И смотрите Тутта ТВ Почаще обнимайте своих детей Я Тутта Ларсен Увидимся Вкусно? Ням-ням А детям можно колбасу есть? Можно Оно не вредное? Только не копченое Иногда, конечно, мы позволяем своим детям Что-нибудь такое не совсем полезное Но очень вкусное Когда мы беременны Мы часто не можем себе позволить вообще ничего Токсикоз За что мне это? И можно ли этого избежать? Об этом на Тутта ТВ Му-му-му Корректор А.Кулакова